В городе началась череда новогодних утренников. Сегодня в многопрофильном лицее прошла традиционная елка главы города. На праздник были приглашены отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов, конференций и спортивных соревнований. Быть приглашенным на елку главы города – честь для юного муравленковца. Ведь попасть сюда может не каждый. Гости главного утренника – это дети, достигшие особых успехов в учебе, спорте и творчестве. Мечтайте, радуйтесь жизни. Мечты сбываются. Я вам говорю, как голова стоящего елки. Ну а многие мечты сделает для вас и Дед Мороз. Пусть им буду я. В этом году благодарности от главы города удостоены более 60 ребят. Каждый из них одарен по-своему. Но всех объединяет одно – недетское отношение к любимому делу. Меня сегодня наградили за интеллектуальную деятельность, за победу в конкурсах «Родные города». Также за олимпиады по искусству. Я очень рада, мне очень сильно приятно. То, что я участвовала во многих конкурсах, занимал некоторые места. Я думаю, что за активное участие в конкурсах по вокалу и за активное участие в концертах. Меня наградили за интеллектуальные успехи, за мои достижения в школе, за победы различных олимпиад. Арину Хасаншину отметили за спортивные успехи. Девочка уже 4 года занимается художественной гимнастикой. И точно знает, какими усилиями достается победа. Участвовала в Ямало-Ненецком автономном округе. В окружных соревнованиях. Что ты выиграла? Первое место по художественной гимнастике. Первый юношеского спортивного разряда. Особенную награду вручили Полине Хохриной. Девушка стала лауреатом премии за высокие творческие достижения в сфере культуры и искусства округа. Для меня это очень почетно. Я очень рада, что мои достижения по достоинству оценили. Для многих ребят, как и для Полины, присутствие на главной елке города стало доброй традицией. Пусть она продолжается. Новый год помыял, судьба пойдет. Песня в садочек, но он по свету не дал. Оксана Шосток, Сергей Шалафан. Новости. Муравленко.